Какие риски существуют при покупке жилья в новостройках по договору о переуступке прав? Добрый день, уважаемые подписчики! С вами традиционный юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Я призываю покупателей первички тщательно подходить не только к выбору жилого комплекса квартиры, но и к оформлению документов, отдавая предпочтение проверенным системным застройщикам, избегая серых схем. Обещанная выгода может обернуться потерей имущества или целым рядом проблем для тех, кто планирует приобрести жилье в одной из новостроек. Именно поэтому я советую избегать различных серых схем покупки первички. Предусмотренный законом механизм защиты прав участников долевого строительства, жилье имеет максимальную отдачу в случае, когда сделка заключается напрямую между застройщиком и дольщиком. Именно в таких случаях структура сделки максимально прозрачна и понятна, а риски минимальны. Если же гражданин все же решил купить квартиру в новостройке по договору о уступке прав, возникает целый ряд моментов, которые следует предусмотреть. Предусмотреть. Рынок реализует объекты, аффилированную юридическому лицу по стоимости ниже рыночной, а это юрлицо затем переуступает свои права по специальному договору гражданина. Гражданам стоит учитывать, что чем больше разница в цене, прилагаемой им, и реальной рыночной, чем менее прозрачной кажется сделка, тем больше стоит насторожиться. Я бы советовал участникам долевого строительства не брать на себя дополнительные риски. Тем более не стоит делать это сейчас, в условиях, когда рынок новостроек переходит на цивилизованную схему работы, и происходят такие полномасштабные реформы. Уважаемые подписчики, я активно занимаюсь анализом и проверкой компаний-застройщиков. Готовую юридическое заключение. Если вам нужна такая услуга, вы можете оставить заявку на моем сайте, которую вы найдете в описании под видео. Я вам обязательно перезвоню. Будьте внимательны, берегите себя и свои кровные. Увидимся в следующем видео. Пока!